Всем привет! Вы в настоящем моменте. Это видео для тех, кто ищет, куда бы съездить на выходных рядом с Киевом. Сейчас я в Бучанском городском парке. Я зашел сразу с тыльной стороны от озера, не с центрального входа. В прошлый раз весной этого года, 2020-го, мы приезжали сюда, в Бучанский парк. Но был карантин, и парк был закрыт. Ничего в нем не работало, и мы не смогли вам показать парк. А в этот раз я решил все-таки восполнить этот пробел. Посмотрите, это искусственное озеро. Его сделали уже после того, как парк открылся. Даже намыли небольшой островок. Для тех, кто первый раз слышит такое название Буча, я расскажу. Это городок под Киевом. То есть за полчаса вы можете сюда добраться на маршрутке от метро Академгородок. На своей машине быстрее. По выходным дням здесь, в принципе, заторов нету по Варшавской трассе. Так что вы можете доехать без проблем. Вот на этом месте раньше был зоопарк. А теперь здесь пруд с фонтаном. Это новое. Я не видел. О, смотрите, здесь красные рыбки. Целая страя красных-красных рыбок. Динозавр из шестеренок. Какое чучело, да? А это какой-то инопланетный гость. Как называется эта скульптура? Не знаешь? И я не знаю. Туалет бесплатный. Так оформлен красиво. А вот здесь начинаются аттракционы какие-то. Ну, полноценный парк. А машинки – это неизменный атрибут. Вот здесь появились новые аттракционы. Я был здесь больше года назад и не видел. Этого всего не было. А это явно комната страха. Боже, какие страшные рисунки. Бучанский парк такой большой, что можно случайно кого-нибудь постричать. Вот я, например, встретил Лада случайно. Совершенно случайно. Да, шел-шел среди парка. Очередь. Очередь, да еще и длинная, да? Друзья, так хочется чая, что мы, наверное, поставим, да? Расскажи, что здесь есть. Есть тут много чего. Есть вот яичница, картошка, фри, овощи, гриль, картофель на поселянском. Яичница стоит 55 гривен, омлет 55 гривен. А вот пицца стоит 189 гривен, 4 сыра 219 гривен. Копия стоит 25, чай 20. Аква, который мы взяли. Я попробую. 30 гривен в пицце стоит 35-40 гривен. Ну, цены не дешевые, скажем, что. Ну, дороговато немножко. Ну, нормально. В принципе, учитывая, что тут... Никакой альтернативы, да? Одно кафе на всех. Там в другом конце есть еще одно кафе или ресторанчик, да? Да, там, наверное, дешевле. В том конце. А здесь больше нету. Это вот ближе к входу, к центральному. Только мне не понравилось, что нужно самому стоять в очереди, ждать, пока они обслуживают. Ходит официантка, девочка подходила ко мне. Но их очень мало, или быстрее. Да, долго до нас ждать. А, да? А, то есть у них официанты есть? Есть, но их очень мало. То есть быстрее я сама бы. Это за. Хочешь взять такое в аренду? Покататься? Нет. Не хочешь? Оно без моторчика, да? Да, я хочу из моторчика. Добрый день. Скажите, а сколько стоит в аренду велосипед? Дорослые 80 гривен за годину. Под заставу вы залишаете права, або паспорт. Ага, 80 гривен на час. А что еще? Вот это вот какие-то машинки. Машинки – это 100 гривен за годину. А что, тоже паспорт или деньги? Так, что, надо паспорт. Денег не надо оставлять, да? Нет. Ну, а самокаты? Самокаты 80 гривен за годину, двухмесячно 140 за годину. Ага. А есть те самокаты, которые сами едут? Да, это не знаю, но жалко. А здесь красиво, как в каких-то царских садах, да? Знаешь, типа дворцовый парк, где-то в Петергофе. Здесь должны ходить придворные, пожи. Да, у нас собачки. Греческие статуи, пологнаженные. Все такое а-ля античное. Друзья, мы начали сегодняшнее свое видео шиворот-навыворот с задней стороны. И это не случайно, потому что с той стороны машиной подъехать удобнее получается. Там меньше машин, и можно где-то на обочине оставить машину. А здесь, видите, хоть и есть парковка, но места мало. Все запарковано, там все забито. Все сюда приезжают, поэтому подъезжать сюда в выходной день это, ну, как бы рискованно тем, что вы будете полчаса искать место для того, чтобы припарковаться. Ну, и вот так вот начинается прогулка по Бычанскому парку отсюда, по этим ступенькам. Но это не обязательно, правильно? Можно так, как мы. Ну, знаешь, отсюда красивее. Просто заходишь, сразу у тебя заходишь в такую красоту. В парадной лестнице. Да, у тебя многообещающие такое будущее. Многообещающие будущее прогулка. Мало того, здесь есть вот карта парка. Можно посмотреть, что тут есть. Куда пойти. Кстати, а где вход? Ну, ну... Вот мы здесь. Вот эта девушка, которую мы только что смотрели, да? Где кафе, в котором мы сидели? Вот, кафе. Кафе, да, мы возле фонтана сидели. А вообще мы заехали вот отсюда, смотрите. От озера. Мы приехали отсюда по дороге возле озера. Припарковались. Вот здесь дождем. Там припарковались. И в основном мы тусуемся и жарим шашлыки в этой зоне. Раньше, кстати, был зоопарк маленький такой, какие-то животные там были. Да, сейчас его убрали. Не выжили. Животные не выдержали. Наверное, их не кормили. Мы когда сюда ехали, мы, в принципе, объезжали Бучу, потому что сейчас переезд бычанский закрыт. И приходится либо через Ирпенский переезд ехать, либо через мост возле Ворзеля. И мы увидели, что Буча довольно большой город по территории. И не зря его сделали районным центром. Теперь Ирпень. Ну да, это же перетрубация произошла. Да, укропнение районов в Украине произошло. И теперь Буча главнее, чем Ирпень. Она теперь районный центр. Да, мы гуляем по районному центру. Надо только ходить осторожно, пропускать автомобили. Бесшумные. Ты хотела вот так, да? Это не мужчина. Я понял. Мужчины ведет женщин. Вот ты видела, они однажды въехали. Вот так я согласна ездить. Ой. Вот тоже, видишь? Да. Но мы там видели, как они въехали в дерево. Ну не без этого. Не все мужчины хорошо управляют автомобилем. Смотри, здесь написано экстрим парк, шалей на Билка. Это туда. Ага. Ну пойдем посмотрим, что это за экстрим парк. Так, вот он. Аттракцион шалей на Билка экстрим парк. Дети лазят по деревьям. Наверное, не только дети. О, какая пуша. И его ловят. Вау. Маленький такой, не боится, да? Молодец. А он там постарше. А там постарше же, там повыше. Повыше, да. Это для детей видно, это для детей постарше. 60 гривен. Шашлык? 600 гривен. Шикарно. Слушай, вообще. Лаваш 40. Все же цены классные. Мы не туда пошли, не по кафе. Да. Вот это было сразу сюда идти. Вон, смотри. Какие-то женщины или девушки полезли высоко. Ого, а куда это они? Боже. Ну, куда, куда. На дерево лезут. Видишь, какой экстрим. Это же белки. Могу просто вверх поднимите, а это и повыше. Бедня. А представь, да? Залезла, не знает куда. Повисла, висит бедная. Если нет навыка, конечно, то это сложно. Молодец. О, вылезла. Смотри, пользуется популярностью этот парк. Люди лазят по деревьям, как обезьяны. А вот по этому канату они летят вот оттуда, оттуда, но сейчас, видимо, желающих нет. Здесь, наверное, тоже на прокат сдают велосипеды. Смотри. Аленя, давай его канату. Кому понравилось, приезжайте в Бучанский городской парк. Доехать можно от метро Академгородок. Маршрутка номер 381, по-моему, да? Идет в Бучу. Но она идет не прямо сюда, в парк, а здесь еще надо будет пройти пешком, либо подъехать на другой маршрутке. Вот, честно говоря, на какой, я точно не знаю. Мы сюда приезжаем. Жутки не ходят сюда, надо просто приезжать и идти пешком. Да, встаете возле ноуса, короче, чешите около 700 метров или, может быть, ну, не больше. геолокацию Бучанский парк и на Плезиде. оно тут недалеко все, в принципе. Парк обалденный просто. Не знаю, здесь так хорошо дышится. Да, вот дышится точно хорошо. Можно покупаться в озере, погулять, все, буквально, да, аттракционы, кафешки. Выходной день провести можно классно. Кстати, я не сказал, здесь есть просто столики, за которыми, вот они бесплатные, стоят в той зоне, недалеко от озера, здесь, и там можно просто занять место, как бы, расположиться, принести свою еду. И очень хорошо на природе, как бы, за столиком отпраздновать день рождения или любое там мероприятие, какое вот на природе. То есть, мы сегодня этим и занимались, в принципе, если честно. Нас пригласили на день рождения, мы пришли и попутно сняли видео. Так что, друзья, всем привет, всем хороших выходных в Бучанском парке, в любом другом. Подписывайтесь на наш канал. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok